доброго здоровья уважаемые посетители моего канала картиночка широкий экран обзор но начнем с приятного на видео болезнь здоровья тупость знания когда смотрю ваши видео у меня поднимается сила духа очень вам благодарна вы тянете нас из болота ошибок главное самому приложить усилия и далее еще одно спасибо за ваш труд вы столько людей спасли благодаря вам все родственники стали меня слушать и ценить помогай вам господь светлана благодарю я хочу начать этот видос вообще он будет длительный а с того что ну самого себя вы меня спрашиваете вот смотрите спрашиваете такие вопросы значит работа жизненные принципы ветра как из чего сделать свечи в домашних условиях я рассказывал и неоднократно это рассказывал смотрите как почистить печень скажите пожалуйста рассказано пересказано показано и опять учитесь учиться вы должны сами себя знать как пять пальцев и пять пальцев свои собственно не знаю как работает организм что там у вас получается что мне получается почему задаете себе вопросы ищите информацию меня же никто не учил все что я знаю я нашел сам в конце концов а тем более с развитием интернета огромное количество всевозможной этой информации как бы сказать выбирай бери ответственность на себя и пробуй дальше набирайся опыта и и теперь и теперь после такого введения перейдем главному сегодня встречаю своего знакомого которые торгуют там картошечкой то есть все я у него беру и вот он у меня несколько раз уже спрашивал что у него там одна вена на ноге вроде как закупорено из-за этого возникает отек ноги причем довольно таки сильный что может грубо говоря и нога там отмереть вот пришлось там обращаться в больницу и вот он там все спрашивает что чё как и и со стороны медиков там ему были разъяснения он там спрашивал и со стороны допустим меня и со стороны других людей были даны там разъяснения остается из всего этого выбрать и действовать и взять ответственность на себя ну да бывает так и частенько бывает человек хочет легко отделаться от какого-то там серьезного заболевания или проблемы так думает я сейчас грубо говоря там вот это сделаю то сделаю да и нормально и дальше там поскочу деньги зарабатывать а то что то не получается что не получается почему не получается вот здесь то и надо искать причины искать причины за редким исключением никто за вас не будет искать причины в чем вот это вот заключается допустим растворить этот ромб или еще там что-то такое что можно такое поделать и опять-таки в основном мысли такая вот чтобы такое поделать грубо говоря знаете чтобы как бы сказать делать минимум а получить максимум такое редко бывает поэтому приходится задумываться вот допустим чтобы растворить этот тромб можно одну применять можно другое применять можно пятое десятое там и в любом случае стопроцентной гарантии вам никто дать не может и при этом и при этом могут возникать у вас какие-то осложнения то есть вы начали что-то делать у вас начинается осложнение и вы думаете о я себе навредил но так идет ответная реакция убираем этот пример следующий пример вот как раз сегодня опять-таки по почте пришел что я начал пить тмин и меня значит герпесом обсыпала там левую или правую сторону там щеки и шею вот как это понимать вот как это понимать и что и что делать а понимать это следующим образом я спросил а у вас до этого герпес был был да на губах вот на губах он был а тут видео и как-то еще больше значит тут следующий вариант это так я немножечко вам рассказываю либо человек действительно мог простудиться либо же скорее всего от того что он начал применять тмин вот эта вся зараза изнутри полезла наружу тем более не такие высыпания как допустим при герпесе они не так чешутся как там герпесы и я прекратил это принимать потому что ну кто узнает что там делаю себя хуже или не хуже опять-таки важно оценивать свое собственное состояние что эту разве что-то начали делать значит ждите ответных реакций организм оценивайте их как положительный там как отрицательно оценивайте их и на основании этого принимайте решение дальше действовать или не действовать что вот все как и голова болит и там это болит да порой мы настолько прогнили кстати этому человеку 52 года настолько прогнили потому что этот герпес у нас может быть там грубо говоря там с детского возраста и мы думаем да все нормально все нормально а вот там точек настолько мы прогнили что начинаем применять какие-то вот такие противопаразитальные вещи и парижа поражаются ответная реакция организма на все это и ой 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 вот это да это наверно тмин так подействовал на меня отрицательно оценивайте идем дальше у меня занимается молодой человек все так все хорошо и вот у него две грыжи две грыжи и позвоночника я спрашиваю как они беспокоят да нет не беспокоит а вот они как бы в одной паре застряли и все и так это вроде я чувствую себя лучше силы так больше что это там такое но с грыжами мол никак там особо не получается опять таки раз вы занимаетесь и вы не получаете желаемого результата значит стоит задуматься что это за грыжи там межпозвоночный где-то где-то примерно поясничный отдел они привязки ли это то есть причина может быть совершенно какой-то иной и а вы ее думаете как там ребята мне советуют да закачай там спину я значит вот вот так вот грубо говоря из-за динамической гимнастика только укрепляется она как была так есть то есть привязка это совершенно иное состояние организма и и надо уничтожить если она есть для этого надо опять таки вспомнить вот ее не было а после чего она появилась вот заболела там спина после чего она появилась что за обстоятельства были какие были эмоциональное потрясение еще что-то еще и оказывается помимо допустим физического тела надо проработать еще совершенно иные состояния для того чтобы от этого избавиться то есть вывести то эмоционально этот мусор оторвать эту привязку и зажить здоровой жизни если если так хотите а парень такой видный красавец естественно к нему знаете любая так сказать негативная энергетика прицепится для того чтобы вот это пользоваться вот этой вот энергии плюс может там еще там короче разные вещи могут быть это тоже надо пройти эту область знания для себя чтобы от этого избавиться вот я прошел практически очистительные процедуры я прошел знаю понимаю как это работает какой это дает оздоровительные эффекты я это знаю и потом уперся дальше оздоровительного эффекта нет что-то там тормозит и вот когда я узнал что и есть у нас полевая форма жизни а в полевой форме жизни есть вот эти вот блоки и что эти блоки можно выводить с помощью вот такого-то дыхание очищающую полевую форму жизни я это дыхание но наверно в течение ну наверно первого полугода я практически ежедневно отделал раза два-три в день причем не просто там дело знаете там пять минут а минутам от 15 до часа и более то есть для того чтобы я ощутил вот они эти блоки чтоб они вышли потом они вышли все не стало какие-то другие проблемы какие-то другие проблемы уже проблемы связанные с твоими чертами характера связаны с побуждениями то есть надо глубже копнуть в самого себя и разобраться опять-таки если вы хотите быть здоровым если вы хотите а если вы так вот так 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 да и ладно следующий пример прекрасно помогает от простатита это прием тыквенного масла самое простое я лично по принимал и почувствовал великолепный эффект посоветовал мне наш прославленный хоккеист фетисов что вот знаешь тыквенное масло работает исключительно я сразу же как только узнал в этот же день поехал в магазин со съемок заехал в магазин купил тыквенное масло начал принимать и примерно через неделю я забыл где там у меня это предстательная железа находится и как как-то и подзабыл об этом вот человек по совету пожилой естественно такой как я принимать этот тыквенное масло и что-то вот особых каких-то положительных моментов нет вот думаю это делать там операцию не делать операцию опять-таки существует такая наука самодиагностика я ее изложил по моему там в платной под подписки потому что все что на канале раньше было бесплатно и валялась никто не смотрел но раз она валяется никто и не смотрит ладно тогда я сделала платная вот кому надо топ посмотрит и вот ну хотя если вы хотите будем говорить бесплатно ну найдите всю эту самодиагностику в интернете там еще где-то еще где-то еще чтобы вы понимали по грубо говоря по состоянию своей кожи по самочувствию по склерам по языку по слюне по моче по калу там и другим признакам что с вами творится если у вас там эти бактерии которые там выделяются в виде этой молочницы или еще что-то там короче все это можно сделать и если не помогает что-то одно значит думайте ищите причину где где это может быть на что надо влиять для того чтобы получить излечение кто этим будет за вас заниматься кстати человек который у которого там герпес этот покрыл щеку и шею где я пошел в больницу там взял там больничный врач говорит не глядя на меня так зыркнул сумма выписал там рецепт и все вот это будешь принимать якобы это уйдет можно там замазать а кому не ясно вот эти все что возникло на коже и мы пытаемся помазать и якобы она пройдет это то не просто снаружи в кожу влезет это уже из кожи вот этот герпес лезет наружу поэтому что с того что вы тут и что-то там помазали ну помазали он опять туда в глуп ушел и все как было таки осталось и он там продолжает развиваться делать свое черное дело а вы думаете излечились а там все больше 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 и потом идет переход качественные одной болезни в другую то у вас грубо говоря на коже было а потом у вас что-то в сосудах стало а потом уже какие-то там кисты опухоли появились вы если у вас что-то не получается исследуйте дальше если будете глубже себя человек это сложная система поражение могут быть на самых различных уровнях вот психосоматика психосоматика начиная грубо говоря просто в простой травмы от простых паразитов от простого загрязнения если там у вас запор недостаточный стул вот это и простые вещи перечисляю от простого этого самого а простой линии когда вы просто напросто легли на диван или жить у вас лежачий сидячий образ жизни у вас движения не нету и далее уже идет вот это вот волнение психосоматика и наконец сказать далее это уже психосоматика это так как-то сказано знаете что психика влияет на тело слово так и так и так идет психика когда и сома это тело что влияние с психики передается на тело так или иначе могут быть так положительны большей частью отрицательны потому что мы не пользуемся не знаем как пользоваться положительными механизмами своей психики чтобы влиять на тело мы это не знаем или там слышали вот настроить а вот а вот там утверждение всего то или еще но кто этим занимается так вот эта психология будем говорить она слаживается из того что но грубо говоря на вас могут повлиять какое-то внешнее воздействие допустим вы там грубо говоря поругались с кем-то да следующее ваши собственные черты характера могут повлиять вот вы какой-то такой обидчивые вы какой-то там задумчивые переживаете далее привычки вкусно покушать что-то там такое сделать для себя любимого от этого якобы порадовать и наконец-таки более глубокий уровень это уже воздействие на вас ну будем говорить каких-то темных сущностей каких-то допустим энергетических влияний или еще чего-то или еще чего-то простой сглаз мы все забыли о сглазе то есть все это надо учитывать и понимать если у вас что-то не получается значит исследуйте другой уровень если у вас что-то не получается еще 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 ищите если вы хотите по-настоящему быть здоровым а если вы вот так вот это сам как чистить печень вы уже готова и не хотите найти чтоб кто-то за вас все это там рассказал и такой случай у меня был когда я еще работал за вхозом спортзале там один босс от спорта но примерно узнал что я вот вроде как этим заниматься и у него что-то там палец скривило на ли ты вот узнай от чего палец скривиться потом не расскажешь у него палец скривиться мне надо узнавать чтобы ему все это рассказать просто удивительно что вот так вот вот так вот люди по простому рассматривают такую сложную область как собственное здоровье и считают что вот медицина решит это все заплатили на там сделала а недавно мне как раз тиран рассказал так когда недавно вчера он рассказал такой случай что вроде как от к вида что ли умер миллиардер у которого яхта была за 200 миллионов вот представьте как обидно человеку которого там огромная куча этих денег и он умирает от этого заболевания которые считаются вот знаете вот вам сказали что это вот так вот лечится а так она или не так лечится но итог вот такой получился либо же люди говорят совсем по-другому а ты вот это сделай вот это и нету я исчерпал свой словарный запас рассказала еще раз подчеркну то что либо вы вот те люди которые там было расскажите мне про чистку печени или там еще что-то вообще ничего не не делайте не занимайтесь потому что начнутся какие-то осложнения и вы сразу же а это повлияло грубо говоря там советы там а той же чистки печени плохо бывает мутит рвет тратится много энергии вот я отравилась оливковым маслом и лимонным соком там другой там еще что-то там такое не делайте это раз вы это не понимаете не знаете и не берете ответственность на себя значит просто-напросто самое легкое гуляйте умеренно питаетесь умеренно это даже не будем говорить о смешанном питании не смешано просто кушайте так чтоб вы не передали уже этого достаточно ну а те кто хотят более серьезных получить результатов естественно тут будет и очистительные кризисы которых я рассказывал вот и какие-то затыкачки и надо что-то искать и вот эти все паразиты будут у вас бегать когда-то у меня только на губах было а почему вот здесь она стала потому что она туда перебежала легко и просто все это бегает мигрирует по вашему организму ну и закончу я этот видосик следующем пользователь пишет геннадий петрович благодаря вашим книгам 30 лет назад я не погибла то есть они могут вас спасти эти книги которые я написал они могут вас просто-напросто спасти это ваша упаренная моча это эликсир об этой вот упаренной мочи просто-напросто там было сказано что вот йоги используют упаренную до 1 4 мочу и никто не придал этому значения да еще там мочу будем упаривать да что а я взял до упарил а потом еще изменил питание и попробовал эту упаренную мочу она стала действительно эликсиром который не пахнет моча пахнет тогда когда мы все что угодно в свой организм вводим и думаю да он сам там разберется и вот на выходе это все выбрасывает естественно и такая моча там пахнет а если же мы избирательно питаемся то это действительно она пахнет лада нам вообще-то упаренная моча я вам кланяюсь кланяюсь и кланяюсь конечно в первую очередь для благодарю бога если бы не его воля я бы про вас не узнала естественно и тут тогда как бы сказать напрашивается такой вывод что некоторых людей направляет заниматься вот этим самоздоровлением и допустим там помоги по моим книгам или по другим книгам уже вот это вот какой-то наите вот это какая-то интуиция вас подталкивает этим заниматься кто действительно хочет а кто не хочет в больницу я тоже больницу прошел это уже думал что мне там поможет просто голод или чистка организма мне бы так не помогли если бы не упаренная моча то есть сочетание упаренной до 1 4 урины действует на голоде на чистках намного сильнее и главное безопасно потому что это вещество мы не откуда-то берем оно образуется из нашего организма из нашей с вами крови если есть там какие-то бактерии там еще что-то там знаете болезнетворное начало то под влиянием упаривания они значит убиваются и уже при нанесении допустим там на кожу вот они уже начинают действовать как вот это вот лекарство гомеопатическое лекарство те же бактерии чувствует что вот смотрите ввели назад эти все эти там трупы мупы надо тут бежать надо тут идет грубо говоря смерть надо надо текать из этого организма не учитывать конституцию сезоны года то есть и конституцию свою собственную желательно учитывать я бы там целую книгу посвятил и в нескольких книгах рассказал сезон и года как они влияют почему вот допустим сейчас начинается вот этот простудный сезон потому что холод и влага накапливается в организме мы еще там молочные продукты идем а мы еще там что-то там передам и пожалуйста у нас слизи огромное количество и это слизь приходит в движение начинается простуды тогда мне было 36 лет а сейчас 63 в 36 лет и если человек живет самотеком то как правило вот он еще более-менее доживает но уже начинаются серьезные проблемы особенно если он нахватался паразитов у него допустим запоры и там все валом так действует на на человека на его организм что он начинает просто-напросто очень быстро разваливается дай бог вам долгой жизни и с хорошим здоровьем спасибо люди которые вам здесь там перечить или просто несведемлены право шумного радость они она не достигаем она простым людям которые здесь умничают я так хочу сказать вот как раз я об этом немножко и поговорил что я в своих книгах вот то что я знаю я с вами поделился вот этой многогранностью что здоровье наше это не только физическое тело это еще составляющие той же психики это и составляющие той же индивидуальной конституции это составляющие еще будем говорить взаимодействие наше со вселенной как мы взаимодействуем на насколько наш ум настроен на это взаимодействие или он вообще закрыт мы уткнулись вот в компьютер или в телефон и все для нас мы там смотрим тик ток а его его и все все это я рассказываю чтобы это стало то что я знаю что что я знаю чтобы это было достигаемое и вам и я это все изложил а я такой же простой человек как и вы я вырос вот здесь вот я родился в этом городе в семье рабочих просто-напросто уже когда готова есть вам легче прочитать и как-то получить вот это вот минимальное образование мне же стало интересно и но я копал немножечко там больше нашел ничего тут сложного нету все это досягаемо для простых людей но вот на этой ноте я и хочу закончить